Добрый день, 24 марта. Исландия, жизнь без фильтров. И сегодня я вам покажу, я открыла свой рододендрон. Еще раз напоминаю, это Исландия, это не Сочи. Вот так вот он прекрасно перезимовал под обычным вот таким прикрытием. Вот, и что у нас происходит, я вам сейчас покажу. Значит, что у нас происходит в Исландии. Вот у нас уже вот до такого размера. Видите, это пион, кстати говоря. Это выходят пионы. Это выходят цветы, я не знаю, честно говоря, как они называются, но они самые первые будут свистеть очень интересные цветочки, потом я вам обязательно покажу. А здесь у меня вылазят гиациды. Опять же эти цветы. Так, туя. Туя накрыла только потому, что было солнце. А так, в принципе, я некоторые вообще не укрывала. Здесь у меня накрыты гортензии. Посмотрю, как перезимуют в этом году гортензии. Так, сейчас открыла другую, другой рододендрон. Ну, не знаю, говорят, что это, в принципе, что-то страшное, он сейчас отойдет. Вот. Единственное, что нужно, его будет притянить, потому что он на солнце, и отгрести вот здесь, чтобы был доступ воздуха. А так, в принципе, я думаю, что это тоже неплохо. Так, теперь пойдем дальше. Вот, смотрите. Напоминаю, что это Исландия. Вот это вот у нас, видите, все в тюльпанах. Все. И вот тюльпаны у нас. И земляничка. Вот почечки набухают уже на розах. Вот. Ну, конечно, сад надо приводить в порядок, потому что шторма. Петра нагнала мне сюда кучу всевозможных ненужных никому мусоров. Вот. В теплице я сейчас зашла, у меня в теплице 29 градусов, но ночью будет, конечно, холоднее. Сейчас пойдем посмотрим на мой цветник, что происходит в цветнике. Здесь я тоже открыла рододендрон. Вот я смотрю по... Господа, как же это называется, уже забыла. Вот видите, какие-то верески живы, а какие-то верески не живы. А вот эти верески вообще не закрывались. Открытые стояли. Все прекрасно с ними. Это вереска обычная, которая наворовала в исландской природе. Ну, вот видите. Сегодня открыла, посмотрю, должен отойти. Сдодендрон. Здесь у меня... Вот они, крокусы. Видите? Где нет крош, там они выходят. Вообще, на самом деле, в прошлом году я здесь посадила 680 тюльпанов. Ой, не знаю даже, наверное, штук 300 крокусов и этих макеоцинтов. В общем, посмотрим, что из этого всего будет живо. Живо. Кстати говоря, по-моему, вот это у меня тоже... Да, это у меня тоже... Сейчас я вам покажу. Ну, чтобы не стояли у меня пустые мешковины, я решила вот так вот их декорировать ветками. Типа как елочка стоит. Потом они у меня были укрытые в мешковину. И вот, видите, вот так вот оно у меня в Исландии. И почечки вроде бы все живо. Так что сейчас это все дело должно будет просто отойти. Так что ничего сложного. Выращивание радодендрона в Исландии, я думаю, нет. Самшит. И вот прекрасно. Вот, смотрите, стоит на заднем плане самшитик. Он тоже зелененький. Он, кстати, вообще ничем не укрывало. Хотя зима, я вам говорила, что зима у нас в этом году была и морозная, и снежная, и всякая, какая только может быть исландская зима, она у нас была. Эти тоже. Они будут цвести такими, знаете, как... Как маленькие ландыши. Очень красивенькая травка. Вот, должна цвести. Здесь я знаю, что у меня... Сейчас посмотрим. Видите, все укрыто. Я укрыла все, конечно, добротно. Вот, и вот оно. Видите? Все цветет. Ну, не цветет, конечно, но растет. Так, монтюльпаны. Проволазили. Ну, честно говоря, как всегда, знаете, было очень много всего. Я пикала, конечно, везде. Что оно, где оно выросло, непонятно. Ну, в общем... Вот здесь, я думаю, это нарциссы. Так, точно, еще были нарциссы штук 300. Там будут и нарциссы, и крокусы. В общем, все на свете. Ну, в общем, я вот вам показываю сад. Исландский сад. Который, как бы, приходит после зимы в себя. И вот здесь я еще посадила какие-то новые цветы. Честно говоря, не помню, как они называются. Но было написано, что это будет самое первое цветение. И самое красивое. И они будут типа ромашек. Не помню, честно говоря, как называются. Вот. Ну, посмотрим, что это будет потом. Сейчас пошел какой-то дождь. То ли дождь, то ли град, то ли снег. Поэтому я сейчас заканчиваю. И вы можете видеть вот суровейшую исландскую природу, которая просыпается. Ну, вы видите, сколько мне придется здесь делать весной. И потом у меня еще очень много территорий, которые нужно будет осваивать. Вот это все нужно будет в этом году осваивать мне. Ну, все. С вами была Елена Лентова. И увидимся, когда станет немножечко теплее. Пока.